Президент Владимир Путин провел совещание, в рамках которого обсудили реализацию федеральной программы капитального ремонта школ. Оно прошло в формате видеоконференции. В нем приняли участие главы 16 российских регионов, в том числе и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Обращаясь к участникам совещания, глава государства отметил, что этот проект – часть комплексной работы по формированию современных условий обучения и воспитания подрастающего поколения. Программа стартовала в 2022 году и за это время в нашей стране привели в порядок почти 4,5 тысяч зданий. Это означает, что не менее миллиона 800 тысяч детей стали учиться в современных комфортных условиях. Причем особое внимание уделяем развитию материальной и технической базы образования в сельской местности. Это безусловный приоритет программы. Значимый фактор обеспечения справедливости и равенства возможностей для молодых людей. Главное в такой работе, конечно же, не просто количество отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий, в которых детям было бы удобно и интересно учиться. В Пензенской области за два года действия проекта обновлено 27 учебных учреждений, как в райцентрах, так и в сельской местности. В 2024-м проведут в порядок еще 6, в 2025-м – 8 и 11 в 2026-м. В программу модернизации включены школы с большим объемом работ, капремонт в них рассчитан на два года. Кубернатор Олег Мельченко также подчеркнул, что в рамках программы идет не только ремонт зданий, но и приобретается оборудование для учебных классов и лабораторий, проводится повышение квалификации учителей, создается пространство для творческих занятий.